Три категории. Социальная сила везде нужна, потому что есть желание, а есть успех. Чем успех отличается от желания? Вот человек, когда что-то желает, когда он получит этого, когда нет. Если есть социальная сила, тогда получит, нет социальной силы, не получит. Вот желание, жадность, денег, это желание денег, это жадность называется. У всех людей, которые хотят, торгуют, хотят зарабатывать деньги на торговле, у них у всех есть жадность. Как сделать так, чтобы были деньги? Для этого надо чем-то жадность убрать, потому что пока жадность есть, люди ее видят, ты не сможешь заработать. Они будут препятствовать тебе, сопротивляться, не будут тебя покупать ничего, потому что жадность есть. Как ее убрать? Для этого надо понять, в чем твой долг перед Богом. Вот в чем торговца долг перед Богом? Он должен людям помогать в пище, в одежде, в вещах, заботиться об их быте, об их жизни. Должен заботиться об их достатке. Это торговец. Если он начинает о всех заботиться, бабушку какую-то нашел, нищую, начал ее кормить, собачек там на улице, птичек, обо всех заботиться, на площадке, всем помогает, все знают, что он добрый человек, может помочь в трудную минуту как-то сделать так, чтобы тебе легче жить стало. И постепенно вот это желание помогать людям, вот заботиться о них, становится сильнее твоей вот этой вот природы жадности. Когда хотя бы чуть-чуть вот это желание заботы становится сильнее жадности, то от тебя исходит уже не жадность, а от тебя исходит забота, и люди все у тебя начинают покупать товар. Они хотят у тебя купить именно. Человек становится богатым. Пока жадность пересиливает, богатства не будет, потому что от тебя исходит другая сила. Я экспериментировал, пошел покупать ботинки, решил поизучать, от чего от кого исходит. Пошел в эти бутики, там эти магазины, где шмотки продают на рынок. Хожу, это было давно, лет 20 назад. Я изучал, смотрел, как люди ведут себя. Вот эту социальную силу мне хотелось понять, как это работает. И смотрю, все хотят, чтобы я у них купил. Некоторые нагло прямо, иди сюда, там, то-то-сего, меня воротят неприятному, иду дальше. Смотрю, одна женщина просто смотрит на меня, радуется мне такая. Я сначала подумал, что она мои лекции слушает. Нет, оказалось, не знает она меня. Просто смотрит такая и радуется, с радостью смотрит. Ну, так потянуло меня к ней. Хочется узнать, где же ботинки покупать. В конце концов, сколько можно ходить по этому рынку. Я чувствую, сам я не выберу, нужна помощь. Подошел к ней, говорю, вот ботинки нужны. Она говорит, пойдем. Взяла меня, отвела, правда, там классно, все объяснила. Не та продавщица, она все объяснила, как, чего я купил, короче. Ну, иду назад, она пошла к себе, я покупать начал. Иду назад, опять ее смотрю, улыбается. Я говорю, а у вас, я подошел, у меня как примагнит, а у вас что вы продаете? Ну, как-то неудобно проходить мимо. Она вот такая улыбается, говорит, а я вот это вот. У нее там что-то подкупил тоже. Потом раз вышел, думаю, я же у нее купил. Подхожу в соседнюю лавку, говорю, как вот у нее товар покупают, спросил. Мне этот человек говорит, да, она вообще какая-то заговоренная, говорит. На 3-4 часа придет, все у нее улетает. Кончается товар, потом уходит домой. Потом опять приходит, опять все улетает. А мы тут сидим целыми днями, и ничего не продается. Так вот. Или, допустим, я помню, в детстве у нас было два хлебных магазина с разных сторон, и я выбирал, куда ходить. Всегда ходил в один и тот же. И сейчас вспоминаю, женщина, когда обидит, улыбается, она знает по имени. Она самый мягкий, этот теплый хлеб дает. Вот. Очень по-доброму относится. Ну, там, если денег не хватает, завтра принесешь. Такая, знаете, очень просто вот так. А та, с другой стороны, все наоборот. Я в этот все время ходил. И у нее постоянно там очередь в этом магазине. А там пусто. А качество человека. Видите, нет случайности в том, что у тебя не идет товар. Даже если руководитель компании жадный, это передается всем подчиненным. Они тоже все в таком состоянии. И не идет товар. Это закон. Если вы добрые дела делаете, помогаете всем. Тогда все пойдет, полетит. Некоторые изучают. Вот то, что я говорю, изучают по этой теме. У меня есть один знакомый. Он работал менеджером в хлебной компании. Ну, хлеб, там, хлебопекарник. Большой, большой хлебный завод. Менеджером там достаточно высокого звена работал. И у них что-то там какие-то сложности было. Несколько хлебозаводов. Конкуренция там. Что-то у них они проседать начали. И он такой. Хочу. Попробовать вот это то, что Олег Геннадьевич говорит. И решил. Вот все, что будет у него деньги сверху. Чем он зарабатывает. Все отдавать на храм. Там начали строить храм в этом районе. Он решил начать помогать строить храм. Как только он решил помогать строить храм, сразу пошли выручки. И потом увидели, как у него все получается. Его сделали одним из соучредителей. То есть его просто из менеджера перевели на другой уровень уже. И он не отказывался от своей вот этой вот идеи. Он все время лишнее, все излишек отдавал туда. Пошла стройка храма. У него появились знакомые, куча друзей в городе. Потому что влиятельных много людей подключилось. Это все одна команда. Они все дружат. У него появились связи. Статус в городе сильно повысился. Потом дальше еще больше продаж и так далее. И потом уже ему денег начало хватать. Уже на храм хватает. У него на него повалилось. Вот такая ситуация. Если человек еще Богу начал служить, это еще круче. Это благочестие уже совсем другого уровня, которое дает удачу еще в жизни. Не просто богатство, а еще удачу. Человек появляет связи, отношения с другими людьми. Всегда есть закономерность во всем. Вот допустим, у человека плохие подчиненные. Не помогают ему ни в чем. Плохо относятся к нему. Надо посмотреть, какие у тебя мотивы. Там, когда есть подчиненные, есть два типа поведения. Один тип поведения – сосать с них кровь, то есть строгость, выдавливание из них сил. Второй тип поведения – это забота. И забота должна быть сильнее желания из них что-то взять. Если забота сильнее, они чувствуют благодарность. Если забота слабее, они чувствуют насилие, начинают бунтовать, писать в ботинки. То есть вести себя очень плохо. Понимаете? Тайком или явно это делают. Ну, в общем, разрушают ту возможность управлять ситуацией. И нужно, чтобы забота была сильнее. Один руководитель меня спросил. Олег Геннадьевич, вы говорите, забота сильнее. Хорошо. Я попробовал, начал о всех заботиться, они обнаглели. Начал строго себя вести, обозлились. Что делать? Я ему объяснил, что слово «забота» не означает попустительство, не обозначает, что ты людям все позволяешь. Забота – это другое. Вот если, допустим, человек плохо себя ведет, ты можешь его наказать. Это тоже забота. Но надо это по-доброму делать. Объяснил ему, как себя вести, он будет уважать тебя за это. Это забота тоже. Но главная забота – это когда человек в беде. Вот заболел, пришел к нему лично домой. Говоришь, никому не говори, я тебе помогу с лечением. У меня есть знакомый, сам все оплачу, не волнуйся. Все. И он тебе на всю жизнь будет благодарен. Зарплата не повышается от этого. Зарплата та же. Но в сердце другое отношение. И он скажет, конечно, другим людям, вот начальник у нас очень хороший человек, я его уважаю. Он вот так поступил. Называется забота. Твое желание сделать так, чтобы люди были счастливы, которые твои подчиненные. И у тебя все, кто наглеют, они будут чувствовать, что ты хороший человек, будут пользоваться. Ты будешь видеть, что эти люди тебя обманывают. Отправляй их подальше. Те, кто верные, правильно относятся, оставляй. У тебя сразу расслоение идет в коллективе. Ты можешь отработать, сделать так, что все люди уже подобрать хорошую команду, потому что ты даешь людям возможность себя проявить. Кто-то с хорошей стороны проявляет, кто-то с плохой. Все видно становится и понятно. Доброе отношение сразу все вскрывает. Но нужно правила так же. Нужно наказывать так же людей. Если они наглеют. Но это не отменяет заботу. Если ты в целом хочешь заботиться о людях, у тебя будет хороший коллектив. Это называется социальная сила руководителя. Она не в том, чтобы всех вот так зажать и держать в строгости. Нет. Социальная сила руководителя в его желании помогать подчиненным. Заботиться о них. Вкладывать в них свои любовь. Человек хочет занять высокий уровень в обществе. Он должен понять, как все устроено. Что есть Бог. Он управляет всем в этом мире. И все руководители, которые руководят страной, руководят городом, они все связаны друг с другом ниточкой, которая идет к Богу. Вот как представьте себе, допустим, есть руководитель страны. Если в городе Караганда руководитель ему не подчиняется, он сможет городом Карагандой управлять? Нет. Значит, руководители Караганди должны ему подчиняться. А как определить, будет он подчиняться или нет? Потому что ты же в Караганде не находишься, тебе нужны гарантии. Как определить, что вот этот человек точно тебя не подведет? Какое есть критерий главный? Народ всегда будет недоволен. Верность, верность, преданность. Да, то есть этот человек уважает тебя как старшего и ведет себя верно. Вот уважение к старшим и верность является главным фактором повышения человека в социальной лесенке. Если вы начинаете вести себя, уважать старших, верно себя вести, то вас будут приближать к себе. Если, конечно, у вас есть качество лидера, если вы можете управлять людьми, у вас должна быть, конечно же, квалификация. Без нее никуда не денешься. Но много квалифицированных людей не могут устроиться начальниками, руководителями. Почему? Потому что они не в системе. Еще другие вещи должны быть. Человек должен быть патриотом. Он должен уважать культуру тоже местную. Один в Алма-Ате мне говорит, мужчина говорит, я что-то здесь не могу как-то утвердиться, вот как руководитель. Я говорю, а вы мусульманскую культуру уважаете? Он говорит, что-то не очень. Я говорю, ну тогда не утвердитесь, потому что вы здесь будете для всех чужой. Как вот собака, допустим, она гавкает, когда приходит человек, который не любит хозяина. Так и вы тоже чужой просто будете здесь. Поэтому или полюбите культуру, или едьте в ту страну, где вы любите культуру. И тогда вы там среди управления будете своим человеком. Если у вас другая культура внутри, вы не сможете в этой стране быть лидером. Потому что лидер должен уважать страну, уважать культуру, уважать старших. Вы скажете, ну а если старшие воруют там и обманывают там и так далее. Да, есть искушение в жизни. И искушение касается всех людей на земле. Вот допустим, если вам дать целый город в управлении, что вы себе не отожмете ничего, я что-то сильно в этом сомневаюсь. Потому что вот это бескорыстие, внутренняя способность быть честным, порядочным, это очень высокий уровень. Это уровень святости святых людей. Чем больше человеку власти дается в жизни, тем больше, конечно же, он будет что-то делать для себя. Важно понять баланс, что перевешивает в нем. Желание заботиться о людях или желание себе грести. И вот здесь уже то, что вы сказали, как люди себя живут. Если страна поднимается в целом, войны нет, ну как бы идет рост, развитие экономики, значит тогда правители правильно все делают. А если страна на бороле, и так же у страны есть ли хорошее отношение с соседями и все прочее. Вот это главный критерий. А будут они под себя грести? Конечно, когда руководитель не грядет под себя, это означает святой царь уже. Это, ну как бы, как есть, в умные достались в умные, а я досталась тебе. То есть некоторые спрашивают, почему у нас такое правительство? Ну какие вы такое правительство? Во всех странах так. Это закон. Бог нам дает, что мы заслужили всегда. Ну и вам сейчас вот в этой ситуации, в которой сейчас мир живет, вам уж точно грех жаловаться. У вас здесь мир, все нормально. И слава Богу. Поэтому, ну мы говорим о социальной силе сейчас. Если человек хочет быть старшим в обществе, он должен уважать культуру, страну и уважать правителей. Относиться к ним с искренним уважением. Понятно? И эта сила притянет его к власти, этого человека. Можно, конечно, наоборот, с помощью антагонизма и, ну, борьбы, как бы, внутренней, ну, пытаться власть вызывать так, то это тоже дает определенный статус. Но это временно все. Придет время, и этого человека сметет судьба. С ним расправиться рано или поздно. Власть не любит никакого плюрализма мнений. И если вы думаете, что вот у нас так, а есть еще демократия, там, в других странах, это все просто игра слов. Если есть какая-то крепкая настоящая власть, она не любит никакого, ну, ничего другого. А если говорить о демократии, то там просто есть две партии, которые просто, как бы, меняют друг друга для того, чтобы людей успокаивать. То есть, и люди сами, они не решают, кто из них будет управлять, но власть при этом не меняется. Законы те же самые, правительство то же самое, связи социальные между старшими те же самые, все остается, власть поменялась, те же самые управления, все то же самое. Только шило, намыло, поменяли и все. Вот это называется демократия. В любых странах, возьмите Германию, там, возьмите Англию, возьмите Америку, две партии правящие, там, максимум три. И они друг друга меняют и все. Никакой демократии нет. То же самое, просто бывает два варианта. Или один человек остается, и он власть. Или люди ротируются специально, чтобы людей успокаивать. Но это тоже одни и те же люди, они ничего не меняются. Вот и все. Поэтому уважение к старшим означает, ты у власти. Не уважаешь, не у власти, все. Так устроил Бог, мы ничего с этим не можем сделать. Называть социальной силой. Сила уважения к старшим дает полномочия человеку. Потому что иначе страной невозможно управлять. Если, ну, ты как бы, под тобой стоят люди, у которых плюрализм мнений. Ну, представьте себе, допустим, генерал, допустим, армии. Им он говорит в атаку. Все подчиненные говорят, ну, это надо еще подумать. Плюрализм мнений. До свидания, как бы, в атаку. Все, сразу сражение проиграно. Нужно подчинение. Так и тоже при власти. Нужно строгое подчинение. Иначе как руководить страной? Ты сказал сделать то-то, ничего не сделано. Почему? У меня другое мнение. Ну, до свидания. Иди со своим мнением в другую страну. Ну, там можешь, где-то тебя примут с твоим мнением, там и будь. Ну, а если у тебя другое мнение, ну, по-доброму, с уважением поговори со старшим. Если он увидит, что это правильное мнение, он, конечно же, будет так, как ты подумаешь. Но этого опять надо достаточно уважения иметь, чтобы тебе старшие доверяли и могли слушать твое мнение. Это надо очень много иметь уважения, чтобы еще мнение свое высказывать. Тебя уважать будут почему-то, потому что очень верный человек может мнение высказывать. Вот какая жена может критиковать мужа? Верная. Если жена очень верная, она может ему говорить, критиковать его по-доброму, ему объяснять свое мнение. Он будет слушать, потому что она верная, он ее уважает. Если она по сторонам смотрит и что-то его воспитывает, да, никто его слушать не будет. Мы говорим о социальной силе. Вот, допустим, вы воспитываете ребенка. Социальная сила без энергии возможна? Вот у вас нет сил. Вам надо воспитывать в себе верность, нежность, доброту. Вот, допустим, начальник должен принять всех подчиненных. А у них же судьба своя, а не каждый свои бзики. Это надо всех вытерпеть. Силы нет. Можно вытерпеть? Можно быть начальником? Нет. Ты будешь раздражаться по каждому поводу и начнется хаос в коллективе. Или, допустим, у тебя много директоров, ты главный директор, вот ты собрание идет. Ты должен иметь колоссальное терпение. Они все говорят, ты слушаешь. Если ты не можешь слушать, он слов сказал, ты сразу возбуждаешься. Значит, ты не сможешь управлять ситуацией. Не сможешь понять, что происходит в твоей компании. То есть, нужно терпение. А это сила берется от природы. Совершая эскезы, не двигайся, купайся в воде. Копи терпение. Или волю, силу воли. Это длительное движение уже нужно. Нормальные руководители все в спортзал ходят, в бассейн ходят. Поддержат свою энергетику на должном уровне. Маленький ребенок, допустим. Нужна социальная сила, чтобы его воспитывать или нет? Вы говорите, он меня не слушает. Но надо пройти путь определенный, чтобы он слушал. Сначала надо вытерпеть его судьбу. Ребенок может быть достаточно, допустим, иметь тяжелую судьбу. И это раздражает уже с самого начала. То есть, дверь откройте, пожалуйста, воздуха нет. Дверь откройте. Еще одну. Не открывается? Хорошо. Не, не надо, не надо, здесь не надо. Да-да-да, не надо, чуть-чуть закрыть. Да-да-да, вот так нормально, да. Здесь все нормально, а там нет воздуха, не идет оттуда. Нужен баланс. И там, и там, чтобы было нормально. Спасибо вам большое. Сначала ребенка надо вытерпеть. Надо принять его. Надо молиться, чтобы тебе с ним было комфортно. Вот он там, допустим, злится, нервничает, дерется. Что он еще делает? Ворует, там, шалит, мусорит. Всю квартиру квердном переворачивает. У каждого ребенка по-своему вам создает веселую жизнь. У каждого ребенка свой стиль. Вот примите этого ребенка. А видите, вот женщина вышла из равновесия. А у нее пять таких детей, шесть даже с ней живут. Представляете, они все ей устраивают. Вот у нее два ребенка вообще вынос мозгов полный. Остальные более-менее нормально еще все едут. Вот. Она с одним вообще не знает, что делать. То ли вешаться, то ли что. Тяжелая судьба. Вот. С одним вот у нее ребенком. Второй еще как-то так. А четверо хороших ей повезло. У нее слушаются. Вот. Принять надо ребенка. Научиться принимать его. Не научилась, не сможет его воспитывать. Сначала надо научиться принимать. Когда принимать научилась, ты уже, как бы он тебя не раздражает, можно с ним по-доброму разговаривать. Дальше добрая беседа. Нет, это еще не воспитание. Это просто отношения. Ты устанавливаешь с ним отношения. Просто добрая беседа. Он начинает чувствовать, мама хорошая. Вот что надо от чего, чтобы добиться. Мама хорошая, она меня любит. Что значит, что ребенка хорошая любит? Означает, принимает его, не раздражается рядом с ним, по-доброму беседует. Все. Мама хорошая, меня любит. Вот это сначала. Потом дальше. Ребенок всегда нуждается в том, чтобы ему объясняли. Он хочет узнать, что это за мир. Пытаться понять. Он здесь ничего не понимает. Ему нужно объяснение. И поэтому у него есть конкретные потребности. Вот он спрашивает вас о чем-то. Вы говорите, отстанет меня. А сами пытаясь ему что-то объяснить. Да ему это не надо. Вы сначала удовлетворите его потребность. Вот у него есть какое-то желание. Он хочет что-то понять. Вот объясняйте ему по-доброму. Расскажите ему. И он будет очень благодарен. Он поймет, что это так. Вот это так. У него что-то беспокоит сердце. Вы ему объясните по-доброму. И не надо над ним смеяться. Типа, ты что этого не понимаешь? Ты все что ли понимаешь? Давайте я сейчас над вами угорать буду, что вы ничего не понимаете. Вам понравится? Нет. Нужно по-доброму. Он не понимает, допустим. Надо объяснить. Конечно, маленькие дети много чего не понимают. Мама мне объясняла, почему какашки не надо есть. Когда мне был один год. Я помню этот момент. Я не знаю. Когда подростку объясняю, так все равно нет связи. Ну, вы слушаете. Видите, у вас тоже со мной нет связи. Вы не дослушали, уже вопрос задают. Надо вдохнуть, выдохнуть, терпеть. Хорошо? Ждать, когда все объясню. Итак, сначала принимаем судьбу. Вы приняли этого ребенка? Вы не раздражаетесь им? Видите, вы стараетесь. А надо сказать. Олег Геннадь, конечно, приняла. Если старается, он тоже, значит, старается. Вот. А если вы принялись, значит, он тоже принял. Итак, сначала принятие, потом доброта. Потом мы помогаем ему советами, где он хочет, а не где мы хотим. Советами, где он хочет. И вот только после этого, когда он почувствует, мама знает, она мне может помочь. С этого момента уже начинается возможность ваших советов очень деликатно, очень тактично. Сынок, вот, пожалуйста, смотри, вот это вот так вот. И обязательно объяснять, почему вот эти советы, типа, это не надо делать. Почему? Какая разница, не надо, и все. Не работает. Нужно сначала сказать, почему, а потом уже тогда, не надо. Мне классная руководительница говорила, не надо обманывать. Я говорю, почему? Она мне не может объяснить, а я ей объясняю. Я говорю, вот, Вася обманул, как бы, ему двойку не поставили, а я не обманул, мне поставили. Чего хорошего-то, как бы, не обманывай. Всегда влетаешь на двойку или что-то. Она мне не могла объяснить. Мне интересно было. Я потом сам изучил уже в Священных Писаниях, что, да, человек обманывает, он не может видеть будущее, не может чувствовать людей, он влетает на то, что его разводят. И так далее. То есть, у него нет ясной картинки. Вот почему не надо обманывать. А не потому, что не надо просто, и все. Ну, то есть, надо еще самому разобраться, что надо и что не надо, почему. Потом уже детям что-то объяснять. Ребенку надо объяснять практично все. Он должен понять, почему так. И вот, если вы мягко, по-доброму объясняете, он тогда будет принимать все это. Потому что очень важно понять, как работает разум. Вы что хотите-то, чтобы ребенок был дрессированный, как вот тигр, допустим? Тигр, он осознает все или нет? Нет, он дрессированный. У него все на двух вещах. Страх и желание кушать. На их личных интересах все. Вот там, вот туда нельзя, потому что опасно, а вот сюда можно, потому что накормят. Все. И тигр может быть тренированный. Львы могут быть, как котята. Вот если дрессировщик работает с животным, они никогда его не тронут, никогда ничего плохого ему не сделают. Потому что он любит их, кормит их, наказывает их. И все. И они будут вести себя как послушно рядом с ним. Как дети. Надо сначала принять льва, что у него характер серьезный. Если тебя возмущает, что он может тебя порвать, вот, тогда что тебе с ним, со львом связываться? Не надо возмущаться. Если он тебя рвет, значит, это твои проблемы, ты неправильно с ним себя ведешь. Вот. Нечего лезть в клетку, значит, тогда. Также ребенок, есть ребенок. Посмотри, прими его сначала, по-доброму с ним общайся. Потом удовлетвори его потребность познания. Он тебя начнет уважать, как старшую. Потом дальше ты начни ему давать по-доброму мягко советы. Потому что, если ты хочешь не на инстинктах, как у животного, его воспитать, а чтобы он понял, запомните, понимание человека, разум человека работает только в спокойном состоянии. Если человек неспокоен, а вы его ругаете, он ничего не поймет. Разум не работает, когда человек беспокойный. Поэтому я вам все рассказываю, как? Спокойным голосом. Так? Если я буду эмоционально, но вы что, не понимаете, что ли? Буду рассказывать. Вы ничего не поймете. Вы будете смотреть на меня вот так. И все. У вас будет обескураженность внутренняя. Я вас говорю спокойно. Поэтому под мои лекции некоторые засыпают, включают лекцию. Спать ложатся. Один мне говорит, Олег Геннадьевич, спасибо вам за лекции. Я теперь нормально засыпаю.